Так, Максим Костенко. Чем дольше Путин будет при власти в Россию, тем полнее будет развал, дробление Российской Федерации. Убрать Путина нынче все равно, что убрать Гитлера в 44-м году. Вот, кстати, хороший пример. Давайте подумаем об этом. Ну вот представьте себе, что Гитлера действительно убирают, и к власти приходят какие-то адекватные военные, которые прекращают деятельность концлагерей. Ну, могли, могли вполне прекращать какие-то агрессивные действия, подписывать мирные соглашения. И трибунала бы не было, и нацизм не был бы так облечен, как он облечен был Нюрнбергским процессом. Я не уверен, что это самое мудрое, что может произойти сегодня с путинским режимом. Развал России, если это будет возвращение здравомысля, более разумная, что ли, тактика и стратегия власти, более адекватный, ну, не такой больной психически, как Путин, лидер, авторитарный режим в России может просуществовать еще столетия. Прорыв, который Путин сегодня пытается осуществить, связан с тем, что он пытается сохранить Россию вот в такой форме, с одной стороны, авторитарной власти, а с другой стороны, свободного рыночного государства. Ну, имитация свободного рыночного государства, конечно, демократического. Что невозможно, вот. Но может прийти более адекватный руководитель, лидер в окружении Путина. Ну, более осторожные люди есть, так что это вполне возможно. Я не уверен, что это лучший способ решения проблемы сейчас с Путиным. Хотя количество преступлений, совершенных режимом, ну, уже вроде бы достаточно. Достаточно даже для трибунала. Но вот тут интересная тактика, которую использует Запад. Ну, никто не спешит, никто не пытается, как этого многие, скажем, хотели бы, никто не пытается дать мгновенную, моментальную реакцию. Реакция достаточно спокойная, Запада вводит санкции, которые действуют, ну, не с завтрашнего дня. Там, в августе объявили, что в декабре будут введены санкции. Они будут введены. За это время очень серьезно изменилась ситуация внутри России. Никто никуда не спешит. Может быть, это и правильно. Продолжение следует...